Здравствуйте, товарищи слушатели! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить статью Владимира Ильича Ленина, опубликованную в газете «Правда» 25 февраля 1919 года. Статья была названа так – «Проект программы Российской Коммунистической Партии большевиков». Несколько слов истории возникновения этой статьи. Дело в том, что к этому моменту, где была написана статья, сложилось так, что меньше уже чем через месяц должен был состояться восьмой съезд РКПБ. И он состоялся, фактически он проходил с 18 по 23 марта 1919 года. И одним из ключевых вопросов на этом съезде было принятие новой, второй программы РКПБ. Почему? Потому что, как вы знаете, первая программа, которая была принята на втором съезде, еще частично уже была выполнена, то есть было свергнуто самодержавие в России. И уже на шестом съезде в августе 1917 года, кстати, из истории известно, что сам Ленин не смог присутствовать на том шестом съезде в августе 1917 года, потому что его преследовало временное правительство, и он вынужден был скрываться в развиве, как вы знаете. И вот уже тогда возник вопрос о том, что поскольку часть программы первой была выполнена, нужно было решать вопрос о принятии новой программы. Дело в том, что к седьмому съезду, к 1918 году, ну, те новые программы подготовить не смогли, не смогли, ну, по ряду причин. Ну, в основном, конечно, то, что в октябре 1917 года случилась Октябрьская революция, вот, и поэтому, ну, были заняты другими делами. И уже на этом, на 1918 году, на седьмом съезде была создана комиссия по выработке текста новой программы, которую возглавил Владимир Ильич Ленин. И вот в связи с тем, чтобы вот эти предложения по новой программе могли обсуждать, ну, все члены партии, и была опубликована эта статья, которую вот и назвал Владимир Ильич проект программы Российской коммунистической партии большевиков. Вот в этой статье он не полностью, конечно, весь, всю программу предлагал, проект всей программы, но ее политическую часть в этой статье он изложил. Итак, о чем же говорил Владимир Ильич Ленин в этой статье? Ну, началось с того, что революция 25 октября в России осуществила диктатуру пролетариата, начавшего при поддержке беднейшего крестьянства созидать основы коммунистического общества. Рост революционного движения пролетариата во всех передовых странах, повсеместное появление и развитие советской формы этого движения, то есть такой, которая направлена к осуществлению диктатуры пролетариата, все это показало наглядно, что началась эра всемирной пролетарской коммунистической революции. То есть уже в самом начале этой статьи Владимир Ильич Ленин разглашает эру пролетарской коммунистической революции. И далее он говорит, правильное понимание причин, значения и целей этой революции требует выяснения сущности капитализма и неизбежности его развития коммунизма через империализм и империалистические войны, которые ускоряют крах капитализма. И далее, вот сказав, что надо разобраться, что же представляет капитализм, он приступил к разбору этого вопроса и говорит, природу капитализма и бужуазного общества, которое господствует еще в большинстве цивилизованных стран, и развитие которого неизбежно приводит к всемирной коммунистической революции пролетариата, наша старая программа правильно, если не считать неточного названия партии социал-демократической, охарактеризовала в следующих положениях и говорит, главную особенность такого общества составляет товарное производство на основе капиталистических производственных отношений, при которых самая важная и значительная часть средств производства и обращения товаров принадлежит небольшому по своей численности классу лиц, между тем, как огромное большинство населения состоит из пролетариев и полупролетариев, вынужденных своим экономическим положением постоянно или периодически продавать свою рабочую силу, то есть поступать в наемники капиталистам и своим трудом создавать доход высших классов общества. Вот четкая такая формулировка и характеристика капитализма. И далее продолжает он. Область господства капиталистических производственных отношений все более и более расширяется, по мере того, как постоянное усовершенствование техники, увеличивая хозяйственное значение крупных предприятий, ведет к вытеснению мелких самостоятельных производителей, превращая часть их в пролетариев, суживая роль остальных в общественно-экономической жизни и местами ставя их в более или менее полную, более или менее явную, более или менее тяжелую зависимость от капитала. То есть развитие промышленности, развитие средств производства все более при капитализме ставят в трудящуюся зависимость от капитала, говорит здесь Владимир Владимирович. И далее, продолжая говорить о техническом прогрессе, он говорит, что тот же технический прогресс дает, кроме того, предпринимателям возможность все в больших размерах применять женский и детский труд в процессе производства и обращения товаров, а так как, с другой стороны, он приводит к относительному уменьшению потребностей предпринимателей в живом труде рабочих, то спрос на рабочую силу необходимо отстает от ее предложения, вследствие чего увеличивается зависимость наемного труда от капитала и повышается уровень его эксплуатации. То есть при капитализме уровень эксплуатации трудящихся по мере его развития возрастает. Об этом говорит Владимир Владимирович. Далее, такое положение дел, говорит он, внутри буржуарских стран, и постоянно обостряющееся взаимное их соперничество на всемирном рынке делают все более и более затруднительным сбыт товаров, производимых в постоянном возрастающем количестве. Перепроизводство, проявляющееся в более или менее острых промышленных кризисах, за которыми следует более или менее продолжительные периоды промышленного застоя, представляет собой неизбежное следствие развития производительных сил в ужасном обществе. Кризисы и периоды промышленного застоя, в свою очередь, еще более разоряют мелких производителей, еще более увеличивают зависимость наемного труда от капитала, еще быстрее ведут к относительному, а иногда и к абсолютному ухудшению положения рабочего класса. Ну, надо сказать, что мало что изменилось через сто лет после того, как было это сказано. Таким образом, продолжает Владимир Ильич, усовершенствование техники, означающее увеличение производительности труда и роста общественного богатства, обусловливает собой в буржуазном обществе возрастание общественного неравенства, увеличение расстояния между имущими и неимущими и рост необеспеченности существования, безработицы и разного рода лишений для все более широких слоев трудящихся масс. Но по мере того, как растут и развиваются все эти противоречия, свойственные буржуазному обществу, растет также и недовольство трудящейся и эксплуатируемой массы соответствующим порядком вещей, растет число и сплоченность пролетариев и обостояется борьба их с эксплуататорами. В то же время усовершенствование техники, концентрируя средства производства и обращения и обобщисляя процесс труда в капиталистических предприятиях, все быстрее и быстрее создает материальную возможность замены капиталистических производственных отношений коммунистическими, то есть той социальной революции, которая представляет собой конечную цель всей деятельности Международной Коммунистической Партии, как сознательной выразительницы классового движения пролетариата. Вот так сформулировал цель движения пролетариата Владимир Владимирович Ленин в предлагаемом им проекте. Далее, заменив частную собственность на средства производства и обращения общественную и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другое. То есть, как видите, здесь говорит он о том, что цель уже нового способа производства и нового общества уже будет совершенно иная. Не получение максимальной прибыли, как было при капитализме, а обеспечения благосостояния всестороннего развития всех членов общества, говорит здесь Владимир Владимирович. Далее, необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, то есть завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров, ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою великую историческую миссию, Международная коммунистическая партия организует его в самостоятельную политическую партию, противостоящую всем буржуазным партиям, руководит всеми проявлениями его классовой борьбы, разоблачает перед ним непримиримую противоположность интересов эксплуататоров интересам эксплуатируемых и разъясняет ему, то есть рабочему классу, историческое значение и необходимые условия предстоящей социальной революции. Вместе с тем она обнаруживает перед всей остальной трудящейся и эксплуатируемой массой, безнадежность ее положения в капиталистическом обществе и необходимость социальной революции в интересах ее собственного освобождения от гнета капитала. Партия рабочего класса, коммунистическая партия, зовет в свои ряды все слои трудящегося и эксплуатируемого населения, поскольку они переходят на точку зрения пролетариата. Вот тоже очень важная мысль, конечно, что коммунистическая партия зовет в свои ряды всех трудящихся, всех эксплуатируемых, но они должны перейти на точку зрения пролетариата, согласно марксизму как учению. Далее, в своем проекте Владимир Ильич говорит, процесс концентрации и централизации капитала, уничтожая свободную конкуренцию, привел в начале 20 века к созданию могучих монополистических союзов капиталистов, синдикатов, картелей и трестов, получивших решающее значение во всей экономической жизни, к слиянию банкового капитала с громадной концентрацией капиталом промышленным, к усиленному вывозу капитала в чужие страны, к тому, что начался экономический раздел мира, поделенного уже территориально между богатейшими странами, трестами, охватывающими все более и более широкие группы капиталистических держав. Это эпоха финансового капитала, эпоха невиданной, ожесточенной борьбы между капиталистическими государствами, есть эпоха империализма. Это более подробную характеристику, конечно, эпохи империализма. Да, Владимир Ильич еще в своей работе ранее написан империализм, как высшая стадия капитализма. Но, тем не менее, здесь тоже вот такую краткую характеристику он дает. Отсюда, говорит Ленин, неизбежно вытекают империалистические войны. Войны за рынки сбыта, сферы приложения капитала, сырье и дешевую рабочую силу. То есть, за мировое господство и за удушение малых и слабых народностей. Именно такова первая великая империалистическая война 1914-1918 годов, говорит Ленин. Но мы можем сказать, что не только первая, но и все последующие империалистические войны и нынешние те же цели преследуют. И поэтому Ленин далее говорит, и чрезвычайно высокая ступень развития мирового капитала вообще, и смена свободной конкуренции государственно-монополистическим капитализмом, и подготовка банками, равных союзами капиталистов аппарата для общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов, и стоящий в связи с ростом капиталистических монополий, рост дороговизмы и гнётость синдикатов над рабочим классом, закрепощение его империалистическим государством, гигантское затруднение экономической и политической борьбы пролетариата и ужасы, бедствия, разорения, порождаемые империалистической войной, все это делает из достигнутой ныне ступени развития капитализма эру пролетарской коммунистической революции. Эта эра началась, говорит Владимир Ильич, то есть он предлагает закрепить в программе положение о том, что началась эра пролетарской коммунистической революции. И, как бы, заключая эту мысль, говорит, только пролетарская коммунистическая революция может вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи её или волны контрреволюции, окончательная победа пролетариата неизбежна. Но для того, чтобы произошла такая победа пролетариата, конечно, требуются определённые усилия. И по этому поводу Владимир Ильич предлагает записать в программе. Победа мировой пролетарской революции требует полнейшего доверия, теснейшего братского союза и, возможно, большего единства революционных действий рабочего класса передовых стран. Эти условия не осуществимы без решительного принципиального разрыва и беспощадной борьбы с тем буржуазным извращением социализма, которое одержало победу в верхах официальных социал-демократических и социалистических партий. Название этих партий Ленин берёт в кавычках. Таким извращением является, говорит Ленин, с одной стороны, течение оппортунизма и социал-шовинизма, социализма на словах, шовинизма на деле, прикрытие защиты грабительских интересов своей национальной буржуазии лживым лозунгом защиты Отечества, как вообще, так и в особенности во время империалистической войны 1914-1918 годов. Это течение создано тем, что передовые капиталистические государства, грабя колониальные и слабые народы, давали возможность буржуазии подкупать частицами, добытой этим грабежом сверхприбыли, верхушки пролетариата, обеспечивать им в мирное время сносное мещанское существование и брать на службу себе вождей этого слоя. Оппортунисты и социал-шовинисты, будучи слугами буржуазии, являются прямыми классовыми врагами пролетариата, особенно теперь, когда они в союзе с капиталистами вооруженной рукой подавляют революционное движение пролетариата, как в своих, так и в чужих странах. Вот так предлагает Владимир Ильич изложить в программе отношение к оппортунизму и социал-шовинизму. С другой стороны, говорит Ленин, буржуазным извращением социализма, это он в первой половине дал характеристику оппортунизму и социал-шовинизму, а теперь, говорит, с другой стороны, буржуазным извращением социализма явилось течение центра, наблюдаемое равным образом во всех капиталистических странах, которое колеблется между социал-шовинистами и коммунистами, отстаивая единство с первыми, то есть социал-шовинистами, и пытаясь возродить обанкротившийся второй интернационал. Руководителем борьбы пролетариата за его освобождение является лишь новый, третий коммунистический интернационал, фактически основанный образованием коммунистических партий из действительно пролетарских элементов прежних социалистических партий в ряде стран, и приобретающий все большее сочувствие в массах пролетариата всех стран. Этот интернационал не только в своем названии возвращается к марксизму, но и всем своим идейно-политическим содержанием, всеми своими действиями осуществляет революционное учение Маркса, очищенное от буржуазно-оппортунистических извращений. Вот этой мыслью Владимир Ильич закончил статью, которая была опубликована в газете «Правда». Ну, это, конечно, только как бы вступительная часть программы, это не полностью программа вся. Но вот эта часть вступительная, вот эта политическая часть, на съезде, без малого через месяц, была принята почти с очень небольшими изменениями и дополнениями. То есть, примерно в таком же плане, в таком же изложении, как было изложено в статье газете «Правда». Вот что я хотел вашему вниманию сегодня предложить. Пожалуйста, какие есть вопросы, что нужно уточнить. У нас есть вопросы с чата, товарищи, извиняюсь, что вопрос не совсем по теме, но тем не менее спрашивают, а сколько докладчик считает, что насколько важен диалектический метод познания в марксистской мауке? Он, конечно, важен, если не основываться на диалектике, то можно скатиться либо в метафизику, либо в идеализм. Так оно и было, и весь интервизионизм на этом и основывается, в отказе от диалектического материализма и исторического материализма. Тут и сомнений быть не может. Так, ну тут еще комментарий, что это база была фактически на время публикации. Ну тут действительно, собственно, надо, наверное, озвучить о том, что программа – это не священная тора, с которой она относится, а это программа действий. Конечно. Если ситуация меняется, то и программа не меняется. Конечно, да. Ничего такого удивительного нет. Конечно, ничего удивительного нет. Но зато, насколько видите, как четко Владимир Ильич характеризовал капитализм, как четко он изложил научное понимание марксизма. И то, что коммунистическая партия – это партия пролетариата. Именно его интересы должна защищать. И она четко должна отмеживаться от оппортунизма, от всякого ревизионизма, не отвечающего интересам, коренным интересам рабочего класса. Вот о чем речь здесь, в этой, как бы, ну, политической части. А то, в здании, если вот у кого есть возможность, пожалуйста, возьмите 38-й том, полную, пятого издания, пятого издания, полного собрания сочинений Владимировича. Там и вот эти статьи, которые написал Ленин. Это не единственная статья, которую он написал перед тем, как, перед съездом, вот, своими предложениями для обсуждения на съезде. Но и в приложении полностью принятая вторая программа есть. Вот, и она, конечно, там, как бы, ну, не то, что детализирует, а, ну, как бы, более понятно излагает, в каких, в различных областях деятельность партии, как должна осуществляться, там, военная область, область образования, там, ну, и в других областях. Вот, ну, то есть, можно познакомиться. А вот это, как бы, вступительная, основная политическая часть, она вот именно вот так была изложена примерно, и уже и принята так. Вот, что я хотел добавить. Тут, наверное, интересный такой момент, мне больше всего понравилось. Собственно, да, как обычно, посмотрим в наш день. Вот, Владимир Ильич пишет, что за счет уменьшения производительности труда растет благосостояние всего общества. Конечно, да, да. Ведь в этом плане и рабочий класс, в том числе, становится жить лучше, чем, допустим, жил столько лет назад. Естественно, но дело в том, что речь идет об относительном обещании, вот здесь говорит, и в других местах, и в других статьях говорит, и относительно абсолютного обещания. То есть, богатые, как говорится, становятся при капитализме богаче, а бедные становятся беднее по мере развития производительных сил и по мере производства и потребления. То есть, идет расслоение. В этом плане мы можем увидеть, что современные капиталисты уже покупают... Еще хуже стал, еще хуже стал тем более. Яхты, пара воды давно превратились в разных летах. Да, и расслоение стало еще глубже. Еще глубже. Причем это даже до определенного идиотизма доходит. Им настолько некуда девать деньги, что они вынуждены там заниматься тем, что делают себе золотые унитазы. Ну, это уже извращение, конечно. Существуют варианты просто, ну, людям денег не девать не было. Они скупают произведения искусства, которые должны быть в музее, и ставят их себе дома. Да, да, да. Что это... Хотя это общенародное достояние, да. Да, и тому, что, собственно, я являл, что капиталисты тоже сто лет не остались на месте и сильно-сильно разлились. Если раньше не там покупались дополнительно новые заводы-пароходы, то сейчас они себе покупают и... Не только. Нет, ну, заводы и пароходы, все равно за ним, в их собственности остаются, как они в законах пишут, в конституциях свои. Еще тут подписчик спрашивает по поводу современной программы для компартии. Да. Какая не должна быть на сегодняшний день? Она сильно изменилась с тех пор, что у Леонидовича... Конечно, изменилась. Конечно, изменилась. Она доступна, можете это самое... Извините. Можете... Менялись или нет? Конечно, изменились. Ну, конечно, изменились, да. Уже с тех пор... Уже сколько... Еще при советской власти уже две программы было принято после второй, так? А теперь после того, как ее расстреляли из танковых орудий советской власти, уже и компартии стали несколько отличаться. И положение изменилось. Естественно, программы уже другие у коммунистических партий. То есть, данная программа потеряла актуальность? Почему нет? Ну, вот из того, что здесь сказано было, я не вижу, что можно сказать, что уже потеряла актуальность. Ну, может быть, то, что, значит, там, как бы исторические примеры уже далекое прошлое ушли, там, вот первая империалистическая война, да. А то, что империализм остался, как был, так и остался, никуда он не делся, эксплуатация труда осталась, что при капитализме постоянное извлечение максимальной прибыли – главная цель. Я вам сказал, что в эпоху пролетарских революций остается главная актуальная задача, о которой, опять же, Ленин надо для сна. Это установление диктатуры пролетариата. Но парни разные стран должны вместе объединяться. Конечно, да. С рабочего класса всего мира, да. То, что было сказано Максом про детали всех стран «соединяйтесь», это актуальный остался еще. Потому что только объединенными силами мирового пролетариата можно установить справедливое общество без эксплуатации. Просто, опять же, мы же и наблюдаем, что протеористические страны над ним давно объединились. Да, да. Буржуазия на данном этапе более успешно решает свои задачи тем, что она более успешно объединилась, чем мировой пролетариат, конечно. То есть, пролетариату нужно задуматься о том, чтобы объединяться и создавать условия для проведения социалистической революции. Во всем мире. Ну, естественно. Об этом, конечно, можно только мечтать, но одновременно, в связи с тем, что капитализм развивается в разных странах по-разному, то есть, одновременно во всем мире не удастся установить. Об этом мы уже говорили, Владимир Ильич об этом говорил, что где-то первоначально в одной или нескольких странах, помните, мы рассматривали этот вопрос. А потом, значит, по примеру этих, вот даже по примеру Советской России будут продолжаться социалистические революции. До тех пор, пока не будет общество установлено без эксплуатации. Они будут продолжаться. В этом плане, опять же, как сказано в программе, что началась эпоха монтарских революций. Да, да, и она продолжается. И эта эпоха продолжается. Которые, в принципе, если где-то революция произойдет, эти страны готовы, в принципе, поддержать. Ну, рабочий класс будет. Ну, то всегда попробуют они опереться. Да, поддерживать будет рабочий класс, но до этого нужно, конечно, определенные условия создавать. И над этим должны работать коммунистические партии. Не участвовать там в споре с буржуазией в парламентах, а организовывать рабочий класс, разъяснять ему сущность происходящих процессов и нацеливать на взятие власти у буржуазии. Так, ну, тут есть еще пару комментариев. Мы не такие, не знаю, насколько относится к делу. В частности, что вот в программе должна... Программа должна из себя включать проблему общности интернета и всему подобного. Программа много чего должна включать. Мы с вами не всю программу изучали, а мы только вот статью на сегодня изучили, которая была написана Владимиром Ильичем в преддверии принятия второй программы. И написана она была для того, чтобы все члены партии могли как бы, ну, сознанием дела воспринять обсуждение принятия этой программы. Вот о чем речь сегодня была, а не о том, чтобы подробно изучить всю программу. Это займет очень значительно больше времени, чем то, которое мы сегодня потратили. Ну, давайте, наверное, последний вопрос еще. На пороге Третья мировая. Какой успех у капиталистов сейчас? Ну, какой успех? Ну, трудно его оценить, какой успех. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. По-моему, они очень хорошо сплотились и не лиснет. Ну, то, что они, да. Ну, вообще-то я бы не сказал, что так уж мировой капитал сплотился, потому что, собственно, ведь война на Украине, идет война за рынки. За рынки, за прибыли, за место, говорится, под солнцем для буржуев. То есть не все у них одинаково. И есть противоречия в капитале, чем должен воспользоваться пролетариат.